Для сочинского образования этот конкурс традиционный, но из года в год в нем принимает участие все больше школ. На этот раз их было 28. 28 классов вместе со своими руководителями боролись за возможность попасть в финал конкурса «Самый классный класс». По итогам трех этапов добились желаемого шесть классов. Это ребята из гимназии номер 9, 76, а также 67, 75, 80 и 82 школы. Мы увидели 28 разных воспитательных систем, не похожих друг на друга. И вот шесть лучших сегодня представлены здесь. Ну и конечно же мы увидели 28 различных воспитательных мероприятий, именно видеоролики. К сожалению, так как география участников огромная, это от веселого и до конца Лазаревки, то понятно, что именно мы сделали акцент на видеоматериалы классных часов. Шестиклассники 76-й гимназии из Дагомыса представили проект «Класс как целая страна». Презентовали членам жюри свой 3D-калаш «Школьная круговерть». Оценивают в финале не только класс, но и руководителя. Поэтому учителя сегодня также проявили себя с лучшей стороны. Мы хотим показать, что мы, во-первых, любим друг друга, мы понимаем друг друга, мы стремимся к тому, чтобы наши знаковые дела нашего класса стали знаковыми делами для нашего города и для нашей страны. Все вместе, все сможем. Эдуард Исаян – единственный мужчина-финалист. Работает в школе с 18 лет, преподает математику. Со своим восьмым А вот уже три года, как не разлей вода. Сегодня мы должны показать нашу работу на ура, потому что это мое призвание, мои дети. Я постараюсь сделать все, и мои дети постараются сделать все, чтобы победить. Школы в финале представлены разные – городские, сельские. И есть школа, в которой всего 168 учеников, а есть и те, в которых больше тысячи. Но все они одинаково интересны, отмечают члены жюри. Это их и объединяет. Однако это конкурсу здесь должен победить сильнейший. В этом году лучшим, а вернее самым классным, назвали класс 80-й школы Лазаревского района. Классный руководитель этого ученического коллектива будет представлять Сочи на краевом конкурсе.